Трибуны стадиона «Металлург» видели множество легендарных матчей и игроков. Здесь творили историю заслуженные ветераны футбольного клуба «Крылья Советов». Но в этот день физкультурника на поле другие герои. Это любительские самарские команды, которые разыгрывают городской кубок. Многие из них раньше или занимались профессионально, или сейчас тренируют детей. Они сохранили в себе искреннюю любовь к этой игре, поэтому за них так активно болеют их друзья и знакомые. В футболе результат всегда имеет значение. И престижное – стать чемпионом города, стать обладателем Кубка города. Мы всячески стараемся это направление развивать. И сегодня вы видите на трибунах огромное количество детей. Сегодня много болельщиков с одной и с другой команды. Это как раз и есть то, к чему мы стремимся. Это надежда на то, что любительский футбол будет еще больше и лучше развиваться. Финал Кубка города вышли команды «Олимп» и «Волжанин». Они уже встречались в этом году в рамках чемпионата города. Тогда победил клуб «Волжанин». Но в финале Кубка игроки «Олимпа» смогли взять реванш. Три безответных мяча еще в первом тайме. И вот кубок в их руках после финального свистка. Других задач нет. Команда укрепляется, усиливается. Поэтому амбиции у ребят есть. Поэтому хотят быть чемпионами, хотят многократными быть чемпионами. Но мы идем к этому. Финал Кубка города среди любительских мужских команд традиционно проводят в День физкультурника. Очень радует тот факт, что с каждым годом уровень организации соревнований становится все лучше. Все есть и отличный стадион, и много болельщиков, и профессиональное судейство. За что, конечно же, огромное спасибо нашей городской федерации футбола. Игроки «Олимпа» взяли уже второй трофей в этом году. В начале сезона им покорился и суперкубок Самары. Теперь они настроены собрать всю коллекцию, победив еще и в чемпионате. Пока «Олимп» идет на первом месте в таблице. Но соперники приложат все усилия, чтобы обыграть фаворитов. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.